Всем привет! Меня зовут Юлия Джеймс и вы слушаете подкаст «Русская служба Би-Би-Си. Что это было?». В нем с 24 февраля мы говорим о вторжении России в Украину и его последствиях. Многим семьям в Украине предстоит отпраздновать Новый год и Рождество без света, отопления и еды. Двое украинских школьников, сбежавших от войны на север Англии, убедили всю школу собрать подарки для детей в Украине. Никита и Антон сегодня с нами на связи из их школы в городке Уитли-Бэй. Никита, Антон, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Hello. Hello. Доброго дня. Доброго дня. Мы из Украины. Расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет, из какого вы города, какие у вас увлечения, любимые предметы? Меня зовут Антон, мне 12 лет, я из Киева. Хоть мне не так уж и сильно коснулась война, но всё-таки взрывы бомб, которые очень боялись мои родители, я слышала. Из-за этого мы уехали в другие страны, чтобы мы не подверглись нападению России. И здесь, в Британии, мне очень даже нравится, здесь всё весело. Любимый урок у меня, наверное, рисование, потому что мы много интересного делаем. Рисуем, лепим, скульптуры. Очень круто. Я тут даже новому смогу чему-то научиться. Я Никита из Запорожья. Мы уехали в Турцию, и когда война началась, нам как раз надо было возвращаться домой. И мы переехали в Англию. Здесь у меня самые любимые уроки – это рисование и физкультура. На физкультуре я могу научиться много чего новому, а на рисовании могу научиться очень хорошо рисовать, лепить и всё такое. Расскажите, пожалуйста, где вы были 24 февраля и каким вы его запомнили? Я находился в Киеве. Я только проснулся, и мне уже все начали кричать, что началась война. Мы сразу же все собрались и стали постоянно слушать новости. Мы так быстро собирались. Моя сестра даже плакала, потому что у неё есть хомяки, и она не знала, как их перевезти в другую страну. Поэтому она просто в слезах начала собираться и какие-то коробки нести. Мы все сразу сложились, сложили все свои вещи. Не всё поместилось в машину, когда мы начали уезжать. Но именно в первый день войны мы тревожно слушали новости и всё, что нам говорили. Мы сразу же переехали жить в коридор, перенесли туда все вещи, чуть ли не кушали уже там. Мы постоянно спали только в коридоре, чтобы если на нас упадёт бомба, то нам не сильно досталось. Я лично спал рядом со своей сестрой между двух стен и огромным холодильником. Это было трудно, но мы все были на позитиве. Это не было так страшно. Антона, сколько лет твоей сестре? Моей сестре 15 лет. У меня ещё есть старший брат, ему 18. Мне очень жаль, что вам пришлось такое пережить. Никита, а ты был в отпуске с семьёй, когда началась война? Я полетела в Турцию отдыхать, на лыжи кататься. И 24 февраля как раз нам надо было возвращаться домой в Украину. И как вдруг родители проснулись первые, потому что они проснулись аж в 6 утра, чтобы собирать вещи. И потом зашли в Телеграм, и у них в новостях. В Украине началась война и все новости. Мы просыпаемся, спрашиваем, а почему мы ещё не собираемся. А родители рассказали нам всё. Сначала нас оставили в этом отеле ещё на неделю. Потом нас перевезли на две недели в другой отель. Потом ещё на две недели в другой. И потом на месяц уже в другой отель вообще. Даже, наверное, на месяц с половиной. А потом мы нашли в новостях, что Англия принимает украинских людей. И мы решили сделать визу и полететь в Англию. Антон, а расскажи, пожалуйста, как выехала твоя семья из Украины? Мы первые несколько недель сначала жили дома. И даже под конец того, как мы там проживали, я начала заходить на уроки в школу через свой телефон. Ну, естественно, все мои книжки, они уже были в коробках, поэтому я просто отвечала на вопросы. Прямо во время урока в 100 метрах от моего дома упала бомба на старый завод. И в этот момент мы все очень сильно перебугались и начали собираться. Мы уехали сначала во Львов на несколько месяцев. Почти каждый день было минимум по четыре сирены. Ночью у нас даже был свой собственный рекорд за четыре минуты собраться и уйти в подвал. Потом мы переехали в Польшу. Тоже жили там две, возможно, одну неделю. Мы потом взяли машину, уехали через Германию, Францию, Бельгию в порт, где мы уже на пароме отправились в Ирландию. В Ирландии нас приняли семья Хурстов, в которых мы прожили четырех, может быть, три месяца. Потом мы на маленьком пароме за два часа добрались уже до Англии. Потом неделю жили в маленьком доме, и после мы уже жили в доме Кристины и Дэвида. Это были наши хосты на все прошлое время. И сейчас мы переехали в новый дом, где мы, скорее всего, будем жить до окончания войны. А ты вообще был когда-то за границей до этого? Путешествовал куда-то? Раньше я только путешествовал в Беларусь, потому что у нас там были родственники. А так мы особо никуда не ездили, сидели в Украине. Ты так много проехал стран. Какие у тебя от этого впечатления создались? Ну, впечатления были теплыми, потому что мы пока ехали, мы кушали национальные, так сказать, блюда этих стран. В Бельгии мы кушали вафельки с шоколадом, а в Франции круассаны. Правда, когда мы уже добрались до порта, нам сказали, что надо заплатить 500 евро, потому что у нас была машина, значит, мы не такие уж и потерпевшие. Было неплохо, но нам даже приходилось останавливаться, потому что родители 24 на 7 вели машину и очень сильно уставали. Останавливаться нельзя почти. Расскажите, пожалуйста, про школу, где вы сейчас учитесь. Я учусь в Велфилд Миддл Скул в маленьком городке Винтли Бэй. Тут у меня очень много друзей, которые помогают мне, рассказывают, что делать, становятся со мной в группу. И у меня очень много кто тут помогает из учителей. Есть еще мисс Холоси, кто помогает нам. Она из Словакии. Она может чуть-чуть говорить на украинском. И она нам помогает с Антоном. И мне очень нравится в этой школе. Я сюда относительно недавно переехала, так что учусь здесь с этого лета. Здесь очень много хороших специализированных учителей, которые нам помогают и следят за тем, чтобы мы всегда были радостными. Это очень сильно помогает отличься от того, что происходит в Украине. Хоть моя семья постоянно смотрит новости, здесь очень даже весело. Мы здесь делаем столько всего разного. Тут такая интересная школа. У нас в Украине такого и в Памине даже не было в некоторых местах. На уроках даже крафта мы вчера делали реками снежинок. Было очень весело, сложно, конечно. А еще в украинских школах у нас там много учебников, много тетрадок. Надо на каждом уроке писать. А в Англии здесь практически нет учебников. Здесь все учебники на iPad. Можно играть на iPad, учиться на iPad, искать на iPad. И, конечно же, не отменяется тот факт, что надо писать. То есть по-другому устроено обучение совершенно? Да. И есть домашнее задание, что надо что-то, например, какую-то презентацию сделать. То есть вам это нравится, да? Да. Тут очень весело, да, согласен. Огромный плюс того, что нету много учебников, потому что уже спина болела от них. Но, тем не менее, постоянно надо искать информацию на уроках и почти все время заряжать этот iPad. Давайте поговорим вот про вашу идею собрать подарки для детей в Украине. Кому первым пришло это в голову? Как вообще так получилось? Первое, кому это пришло в голову, это, конечно же, мисс Винтер, потому что это ее идея. Потом она рассказала мисс Холоси, а мисс Холоси рассказала мне, потом Антону. И потом мы начали декорировать стол, декорировать уголок, где это все будет, вешать флаги. И потом рассылать имейлы, чтобы дети, взрослые, ну и все-все-все приносили всякие вещи для малышей, для детей, для подростков, для взрослых. Ну, для всех, короче. Детей и взрослых вещи для украинцев. На Новый год и на Крисмас. Это я разнесу для наших слушателей. Сьюзан Уинтер – это директриса школы. Вот это ее идея, значит, такая, собрать подарки для детей в Украине. А как вы отреагировали, когда вот она первый раз предложила вам такую? Мне было вообще очень приятно, что здесь, в Британии, люди хотели отправить донаты на Украину и, в принципе, много вещей. Это было очень круто. Я, конечно же, поддержала эту идею. Когда мы собрали все вещи, их оказалось очень много. Мы их отвезли на один огромный пункт, где все эти вещи должны были отправиться в Украину. Многие школы собирали эти вещи, не только наша Велфилд Миддл Скулл, Велфилд Миддл Скулл и остальные школы. И все свозили туда. Там был какой-то один полный гараж всех вещей. То есть вы начали собирать вещи своей школы, а потом к этому подключились еще другие школы. А как это выглядело? Вы упомянули, что у вас был какой-то уголок с флагами, люди просто приносили туда подарки? Да, там был просто такой стол, на котором были навешаны разные флаги, надписи, где говорилось, что можно принести какую-нибудь вещь, и она отправится в Украину. Там было настолько много вещей, что они уже со стола выбаливались. Надо было более большой стол делать. Надо было просто под стол ставить. И еще там на окнах мы повесили всякие stop war, no war in Ukraine, флаги украинские, рисунки. Переведу для наших слушателей. На флагах были надписи «Остановите войну», «Нет войне в Украине». Ребята повесили такие флаги. А скажите просто, вот как вы сделали так, чтобы о вашей инициативе, об инициативе директрисы узнали другие школы? Это была какая-то компания в соцсетях или вы в стенгазету что-то написали? Как я понял, эта компания как раз предложила нашей школе, потому что узнали, что в нашей школе есть я и Антон. И потом мисс Винтер решила, может, и другим школам рассказать и предложила этой компании так и сделать. А потом эта компания распространила это на многие школы. И вот так получилось, что все школы свозили в одно место. И вот уже скоро или уже оно отправилось или отправится в Украину. Я так понимаю, что под словами компании, вы понимаете, бизнес Эда Блэкберда, который как раз продает, я так понимаю, жалюзи, да? У него была такая идея собрать вещи для украинцев, да, и отвезти это все в Украину. Да, в принципе, все так и было. И вы даже не поверите, но когда мы были в том месте, где были все вещи для украинцев, там даже была швейная машинка. Так что там много разных и полезных вещей, как и генераторов, так и много еды собрали. Так и конфет, так и верующие. Когда вы первый раз услышали об этой идее, вы не боялись, что никто ничего не принесет? Ну, честно говоря, я думала, что люди принесут вещи, но они принесут, например, бытовые приборы, засобые гены и все остальное. Ну, то, что просто поможет людям, которые сейчас где-нибудь сидят в укрытиях, что им это надо. Ну, да. Какой подарок вам больше всего запомнился из тех, что принесли английские дети? Ну, генераторы. Это больше всего, потому что с помощью них можно подключить свет, подключить электричество, подключить что-то, на чем можно приготовить еду. Можно закипятить воду, можно много чего сделать с генератором. Можно вообще электричество подсоединить с помощью двух-трех генераторов на 4-5 квартир. Где-то так. То есть, если бы у вас был выбор подарить одну вещь вашим близким, может быть, которые остались в Украине, что бы это было? Я бы, скорее всего, им подарил то, что им сейчас надо, чтобы они могли там жить себе спокойно и чтобы не сильно бояться обстрелов. Конкретной такой вещи я не знаю, но это, да, это, скорее всего, либо генераторы, либо еда. Еда, либо еда, либо очень много. Либо много какой-то техники, генератора, либо же много еды. Но игрушки им там сейчас не надо, потому что, ну, не знаю, можно отличиться с помощью игрушек от Украины. Ну, смотря как. Какая бы это была игрушка для тебя, Антон, чтобы отвлечься? Лично для меня я очень люблю лего, поэтому конструктор, скорее всего. Для меня либо конструктор техник, где можно, чтобы детальки двигались, либо же поп-ит, потому что, во-первых, он снимает стресс, во-вторых, он увлекает, когда попаешь, увлекаешься и не замечаешь, как время летит. Ну, и это прикольная вещь. Ее можно покрутить, повертить, попопать. Я знаю, что на прошлой неделе в школе был рождественский концерт, где вы всей школой пели песни на английском и на украинском. Что вы в этот момент почувствовали? Лично я очень сильно почувствовала, когда мы пели украинскую версию Jingle Bells на украинском. Мне было очень приятно. Все дети, конечно, пели с ошибками, но когда они это все пели хором, это было просто фантастично. Это было очень круто. Когда я услышала Jingle Bells, я не знаю, как описать эти чувства, но вот у меня прям сердце прям слезами радости обливаться начало. Это так мило. А что бы вы сами хотели получить на Новый год? Лично я хочу домой. Говорит Антон. Потому что сейчас вся моя семья хочет домой, тем более мой брат, потому что сейчас надо как-то учиться. А это легче всего делать в условиях, к которым ты привык. Надо, конечно, иногда выходить из зоны комфорта, но лично у меня сейчас дома очень много моих важных вещей, которые мне пришлось там оставить. Например? Например, все мои вещи. Еще также мой рабочий стол, за которым я обычно сижу, там учусь. Моя лампа. Там, в принципе, для меня все мои важные вещи. Но у меня похожая версия с Антоном. И, например, вещей. Самое главное, во-первых, бабушка-дедушка, которым по 65 лет где-то так. Во-вторых, брат моего папы и его дети и жена. Его дети — это мои двоюродные сестры. И самое важное тоже — собака. У меня собака дома осталась. Маленькая, ёршерский тарьер. То есть они все остались в Запорожье, да? Ну, брат моего папы, он уехал то ли в Северную, то ли в Западную Украину. То есть они живут на Украине, но где-то подальше от... Там, где более-менее не так много бомбы. Потому что больше всего бомбы — это там прямо аж в центре Украины. Больше всего бомб сейчас там возле Запорожья, Херсона и Правобережной Украины. Вот там-то. Скажите, вы хотели что-то пожелать детям и людям, которые сейчас находятся в Украине? Лично я хотела бы им пожелать, чтобы они выезжали из Украины. Потому что я видела много правдивых видео, где доставали из-под завалов людей, собак и всех животных. Я не понимаю, почему они не выезжали из Украины, когда это было возможно, а до последнего сидели в своих домах и оставались. Лучше сейчас выезжать. А я бы хотела, чтобы война вообще просто закончилась, как пальцем смахнуть. Большинство наших слушателей находятся в России. Что бы вы им хотели сказать? Слушайте только правдивую информацию. И то, что говорят российские СМИ, большинство — это враньё. Я не знаю, как там можно постоянно врать, но узнайте правдивую информацию от BBC и других компаний. Слушайте только правдивое. А Россия, ну, у Путина кукуха поехала. Вот так сказать можно. И лучше бы не Путин был главный, а кто-то нормальный человек. А вы хотите вернуться в Украину обратно в какой-то момент? Конечно, очень хотим. Хотелось бы, чтобы это случилось на Новый год. Ночью 31 декабря мы легли спать, загадали это. Положили записку в какую-то коробочку, положили под ёлку, и на следующее утро Украина либо же начала намного сильнее быть, побеждать, либо же переубедила Россию, что Путин их обманывает, либо же, чтобы что-то случилось с русскими войсками. Лично я очень сильно хочу домой. Сейчас даже много моих уже друзей начинают ходить в школу в Украине. И хотелось бы присоединиться к ним. Никита, Антон, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Да не за что. Вы слушали подкаст «Что это было». Если у вас есть VPN, слушайте нас на сайте bbcration.com, в соцсетях, или скачивайте напрямую, в Apple подкастах, например. Мы также на других платформах, в том числе и на YouTube. Жмите колокольчик, оставляйте оценки, ставьте нам лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Юлия Джеймс. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова